вот это балдеж вот сегодня я чувствую что я реально на фазэнде нахожусь отдыхательный день это настолько круто солнышко светит я загораю валяюсь гамахе привет друзья и так что у меня новенького на избушке это столик это окошечко здесь у меня такой подоконник потрудилась я славно в основном вчера трудилась жара плюс 34 в тени я тут пилю колочу взмокла это ужас просто это тот случай когда говорят под глаза застилает вот так работала такие вот подробности летние кстати под столик я принесла антуражный пенечек руки мои загребущие если вижу где что плохо лежит я сразу это хватаю и несу к себе на хижину все в хозяйстве пригодится все вот эти дощечки этого конечно с из дома приволокла потому как здесь пилить какие-то веточки и потом их прибивать как-то обрабатывать это очень сложный трудоемкий процесс все мы на самом деле ограничены именно временем и наличием физических каких-то там сел и допустим там работать с ветками можно но думаю те люди которые работали с ветками именно у нас же нет сосны и у нас в основном тут преимущественно опять это летает это он нет шмель какой-то в общем у нас тут нет сосны мягкой и тут у нас деревья они в основном такие плотные твердые древесины чупилить его куда не шло а вот когда начинаешь эту древесину прибивать гвозди просто гнутся наши современные мягкие гвозди сквозь такую древесину не хотят вообще идти и колотишь колотишь она все куда-то либо гнется либо еще что-то а вот сосновые дощечки красота милое дело гвозди как по маслу ходят замечательно и так друзья мои что я решила сделать я таки решила сделать окно в избушке так сказать прорезать окно и буду гореть в европу просто с видом но вот это дерево так и что будет у меня какой плюс из-за этого окна я долго не хотела делать окно но потом все-таки надумала с той стороны у меня как раз столик и теперь когда я вот окно сделаю там на столике можно будет очень удобно готовить а до сих пор даже днем солнечную погоду мне приходится там дополнительно освещение какое-то делать чтобы готовить просто темновато в избушке все-таки бутылки конечно светят но учитывая что они тут находятся с ними света от них очень мало поэтому я вот сейчас всю эту толстеную стену которую я долго делала теперь буду вырезать вырезать ломать вот что получилось в итоге окошечко правда там дырка поли тюлене придется заделать но однако в избушке сразу стало светлее все это поправимо делаю по своей обычной методе нормально поднять выровнять хорошо примерно так сейчас делаю коробку оконную что-то из досок что-то из веток посмотрю как выровнять надо будет что-то подложить примерно такой процесс так вот эту внутреннюю часть емки которая весь у меня на стену шла я вот сейчас разрежу и сделаю внешнюю раму оконную а это я заверну для этого чтобы завернуть все красивенько было аккуратненько так заворачиваем пленочку ставим и прижимаем ее ящичкой еще наверно поднять да еще поднять рама почти готова сейчас я как-то закреплю все все-таки когда есть доски и гвозди типа бушкрафт становится намного проще когда добываешь все это из дикой растительности веточек делаем и привязываешь потом корой и это сложно ребята это очень долго и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это особый, так сказать, стиль. Обладает некоторой небрежностью, но между тем результат вы видите. Даже с моим небрежным подходом получается что-то рабочее. То, чем можно пользоваться и достаточно длительно и успешно. Но, однако, идем внутрь избушки. Итак, смотрим окошечко вблизи. Подоконничек. Мне он нравится, маленький. Тут можно какие-то декоративные вазочки или там что-то нужное. Но, опять же, не навсегда. Так положил, попользовался, убрал. Вот, идем в избушку, в хижину. Печь на месте. Здесь столик и вот... А, кстати, вот это я циновочку, которую плела. Видите, какой у меня план? Хижина у меня станет. Вот этот весь полиэтилен, безобразие. Все это скроется под циновочками. И хижина станет вот такая натуральная. Натуральная, прям, вообще. Без всяких там пленочек. И здесь окошко. Ребята, вы видите эту красоту? Здесь у меня подоконничек. На подоконничке у меня уже свеча тут стоит. Спичечки лежат. Все это сухое место. Здесь не будет как-то влажность набирать. То есть спички укладывала вот на печь. А теперь будут еще вот и здесь. Ну, соличница из топинамбура. На удивление прочная оказалась. Я вообще думала, что она прослужит у меня недолго. Нет, вообще класс. Я тут вес такой приличный даже кладу. Все работает. Вот такая оконная рама. Здесь я потом сделаю еще, знаете, сплету из циновки. Типа жалюзи. Закрывать буду. То есть, когда я буду тут ночевать и зажигать свет, именно тут у меня будет лампа или свеча, чтобы снаружи как-то не было видно меня. Я буду, соответственно, жалюзи опускать. Ну, и когда буду уходить отсюда, жалюзи буду опускать, чтобы если вдруг какой-то случайный человек зайдет и будет заглядывать через окно, хотя смысл ему заглядывать через окно, дверь открыл, зашел и заглянул в прямую. Ну, в общем, жалюзи по-любому буду. Бутылки, скорее всего, уберу. Эту тему я отработала. А в нашей местности лесной, малосолнечной, это все-таки вот для Африки хороший вариант. И опять же, надо в крышу крепить. Ну, в крышу мне бутылки тут никак не закрепить, поэтому бутылки я уберу. Думаю, мне хватит теперь вот этого окошка для освещения. Такие преобразования в избушке. Все движется, все меняется. И это хорошо. Итак, друзья, что я сегодня буду готовить? Во-первых, я буду готовить на новом столике. Во-вторых, я буду готовить необычное блюдо. Это салат из подорожника, портулака, огородного, укропчика и огурца. К этому я, конечно, соль, масло и уксус добавлю. И никогда я такого не готовила и не пробовала. И мне интересно, что же это получится. Это будет салат. И еще у меня будет блюдо из отварного кабачка, колбасы, сыра и там одно яйцо еще. Такое вот еще блюдо. Тоже не знаю, что получится, никогда не готовила. Сплошной экспромт-эксперимент. Итак, крошу в наш салат. Портулак и подорожник. Прям помельче. Крошу также укроп. Так. И все это в мисочку. Берем огурец. Не рискнула есть салат чисто из подорожника и портулака. Решила все-таки добавить огурец и укроп. Знакомые вкусы, так сказать, более привычные. Дикорастущие растения хорошо, но мы все-таки люди избалованные. И привыкли к определенным вкусам. И хотя мне часть дикорастущих уже нравится по вкусу, но подбирать именно декорации, которые действительно будут супер, нужно постепенно и аккуратно. Итак, идет огурец. В мисочку. Все это солим слегка. Кстати, сильно не надо, когда зелень, легко пересолить. Маслица. И немножко уксуса. Жаль, что не яблочного. Ну, какой есть. Обычный. Конечно, лучше какой-то такой, более вкусненький. Так, ты снимаешь там? Снимаешь. Все перемешиваем. Посмотрим, что это получится. Думаю, уксус тоже вот подорожник, портулак украсит. Хороший кусочек колбасы. Как можно мельче. И натираем на терочке кусочек именно твердого сыра. В принципе, возможно, и не обязательно. В моем случае идет твердый сыр. Итак, как я уже говорила, у нас очень сильная жара. 34-35 в тени. В избушке готовить невозможно. Я попробовала. Там даже вот, ну как, ночевать там, наверное, хорошо будет. Но именно топить камин нет. А лето это не время каминов. И так как я пока не успела сделать летнюю печь, она у меня только в плане, я хочу здесь сделать навесик, типа летняя кухня, и там сделать глиняную печь. Но это процесс долгий, как вы понимаете, не за один день. Учитывая, что работы по избушке много, я все просто физически не успеваю. Поэтому на помощь приходят, так сказать, старые добрые кирпичи. Блюдо крайне извращенческое. И, судя по всему, получится оно у меня не сгардно. Как говорится, задумка была, может быть, и неплоха, но реализация, наверное, будет не слишком удачная. Но вот так пока что. Типа цветок из кабачка. Ай, какая-то фигня получается. Так. Все делаю не на костре, потому что на костре столь тонкую работу я не могу делать. Опа. И отправляем на огонь. Ой, не знаю, насколько это вкусно или красиво, но получилась вот такая фиговина. Как говорится, не все котомасленица, не все должно быть идеально. Скажем так, я обнаглела в ловкости изготовления блюд, а потому иногда можно их приготовить и неловко. Ну, вот что-то такое сегодня я приготовила. И сейчас я это буду есть. Пора кабачков, поэтому будем есть кабачки в разных извращенных формах. Вот так я это все распотрошу. А на костер идет, кстати, принесла в избушку мини-чайничек, который я в лесу использовала. Решила примерить этот чайничек на избушку или избушку на этот чайничек. Ну, их как-то так познакомить, породнить. Там лепестки и ежевики. Будет чай из ежевики. Ну, проба. Что я тут наготовила вообще? Ой, лично я что-то придумываю. Так. Ребята, уклюжее, неуклюжее блюдо, но получилось вкусно. Особенно говоря, сочетание кабачка, колбасы, сыра, яйца другим, наверное, не может быть. Вкусно. Пробуем наш талатик. Возьму сейчас специально побольше подорожника. Ребята, знаете, что это напоминает? Вот, кстати, очень уместен уксус. Без уксуса подорожник был бы геркава. Геркава. А с уксуса само то. И, по сути, напоминает горечь, вот как листья салата. Примерно такая же. Так, попробуем отдельно портулак. Хм, отдельно портулак. Ну, отдельно портулак ничего отрицательных как и с этой нотой не вызывает. Склизкая такая штука травяного вкуса. Ну, в общем-то, в принципе, с огурцом, с укропчиком и вот все в комплекте с солью, с уксусом. Очень даже съедобный вариант. Ну и все. Вкусовыми ощущениями я поделилась. Все получилось. Хотя мне казалось, что я готовлю сегодня неловко, как-то вообще ужасно просто. Но, между тем, получилось все очень даже вкусно. Достаточно красиво. так что всем приятного аппетита. А я выключаю камеру и поглощаю наши вкусняшки. Так, еще сегодня на повестке дня лежания в гамаке. Подвесила я его весьма и весьма низко. Ну, вот я в гамаке отдыхаю. Это новая штучка. Новый момент в отдыхе в избушке. такой вид из гамака. Там костерчик, чайничек. Костерчик пока дымит, подпотух. Ну, да ладно, разгорится и без меня. Вот, пока я буду валяться, пускай он там. А я тут валяюсь. И что я хочу сказать об этом гамаке. Как вы знаете, у меня есть два гамака туристических. А вот этот гамак, в котором я сейчас лежу, это уже дачный гамак. И я посчитала уместным взять его именно в свою избушку, так как это у меня фазенда для отдыха, стационарная база. И я могу себе позволить здесь развлекаться, качаясь вот так вот в гамаке. Но с какими сложностями я столкнулась? Прежде чем я его нормально подвесила, я два раза с него навернулась. То есть у такого дачного гамака устойчивость все-таки поменьше, чем у гамака туристического. И если туристический гамак нужно максимально хорошо натягивать, так, чтобы он в струну аж вытягивался, то у дачных гамак не надо в струну вытягивать. Наоборот, пускай будет прогиб. Именно этот прогиб в итоге спасает от переворачивания. А вначале я по привычке высоко и очень так нещадно его натянула. Потом благополучно села и тут же съехала. Потом попыталась улечься и перевернулась. Потом сделала еще одну попытку. Ну, а потом я начала думать и проверять, как же так сделать, чтобы не переворачиваться в конце концов. Придумала. И плюс вот видите, я там такие еще оттяжки боковые сделала со строп тоже для равновесия. Теперь да, нормально лежу. Но это еще жадность ухватила самый широкий и самый такой тяжелый гамак. Можно было приобрести гамак полегче, попроще, поменьше, но руки загребущие, глаза заглядущие. Знаете, часто кажется снаряжение каким-то там неудачным, плохим, а часто мы просто не умеем им пользоваться. И прежде чем жаловаться на снаряжение, все-таки надо вначале подумать, попробовать, протестировать. Может быть, дело не в снаряжении, а в нас самих. Ну, а сейчас я уже нормально так валяюсь в гамачке, отдыхаю. Не могу не сказать еще об одном интересном моменте, интересном таком нюансе. Многие думают из зрителей, что я ради видео обнажаюсь. Не поверите, друзья, я ради видео одеваюсь. Ведь когда я сама собой, я куда как чаще нахожусь в купальнике или даже без купальника и вообще в очень странном виде. именно ради видео я одеваю штаны, майки, футболки и так далее и тому подобное. Чтобы не шокировать публику своим излишне открытым видом. Так что, ребята, такие вот дела. И что я хотела сказать, вчера что-то ломанула, взяла огромный молоток, он для меня тяжеловатый и часто молоток приходилось вот так держать вот здесь на самой железке. Что на самом деле неправильно и сложновато. А сегодня я взяла молоток по своим силовым возможностям и сразу легче работать. термином нормально. Хотя вот здесь по-моему в молоко пошло. Есть такой термин молоко в пустоту. Ага, краешек зацепила. Придется забивать еще один. На этом все, друзья. С вами была Татьяна Гордеева. Если выпуск понравился, жмите на колокольчик, ставьте лайки, комментируйте. Я с большим удовольствием читаю ваши комментарии. Пока-пока!